13.07 в Кирове. Это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занькова. И свое особое мнение сегодня высказывает заместитель директора по безопасности дорожного движения предприятия «Трансавта-К» и член региональной рабочей группы по контролю за ремонтом дорог при общественной палате Кировской области Денис Пырлок. Я помню. Добрый день, Денис. Мы разбирались с ударением вашей фамилии в среду в программе «Урбан», где, собственно говоря, я и обещала, что Дениса отдельно приглашу в программу большую, потому что было мало времени, чтобы можно было высказаться по поводу всех своих предложений, которые Денис озвучивал на общественной палате, как мы сейчас выяснили до эфира. И хотелось бы у них поподробнее разобраться. Напоминаю, что в среду программа «Урбан» в минувшую среду была посвящена транспортной политике города Кирова. И мы задавались вопросом, не пора ли ей уже заняться, что она из себя представляет и почему все так, вот как оно есть. Но прежде чем мы развернуто подойдем сейчас к этому вопросу, я хотела перекинуть такой мостик из дневного разворота в «Особое мнение», где в дневном развороте коллеги обсуждали предложение временно исполняющего обязанности губернатора Кировской области Игоря Васильева перевести стрелки часов на час вперед, вернуться к тому состоянию, которое когда-то в Кировской области присутствовало. Все это связывается с биологическими часами, с тем, что мы восточнее, с тем, что светает у нас раньше, чем в Москве. Надо сказать, что медики, эксперты общественной палаты поддержали предложение Игоря Васильева. А что вы думаете по этому поводу, вы как автомобилист? Ну, как автомобилиста, я уже говорил, что для нас это будет плюсом в той части, что автобусы, которые мы выпускаем на линию утром, мы обязаны осматривать. Соответственно, сначала осматривают автобус перед выездом на линию водитель, далее осматривают его механик. Если у механика есть помещение, проходная яма, где есть искусственное освещение, то здесь проблем нет. Но водитель, когда проверят после ночной стоянки, транспортное средство, он обязан его осмотреть на предмет внешних каких-то неисправностей, на предмет различных лишних вещей, оставленных в автобусе. Это происходит все на улице. Да, поэтому перевод времени для нас был бы, конечно же, здесь более оптимален. Потому что святает у нас как раз в это время, когда мы выезжаем. То есть нам здесь было бы легче. Ну, надо сказать, что слушатели наши, которые голосовали ВКонтакте, пока что в большинстве своем не поддерживают это нововведение. Но кто его знает, как повернется жизнь, да? Давайте вернемся к транспортной политике города Кирова. И я напомню, что Денис озвучивал некоторые предложения, которые разбирались и обсуждались на рабочей группе как раз по контролю за ремонтом дорог. Оказалось, что не только контролем занимается рабочая группа, но и мысли дальше, да? А что же вообще нужно менять в транспортной системе города, даже при нынешней ситуации, когда денег нет? Да, что можно сделать, чтобы улучшить движение по дорогам нашего города, увеличить скорость, в частности, поток? Ну, озвучу основные моменты, которые я предлагал как человек близкий к и общественному транспорту, и к вообще транспортной инфраструктуре нашего города, поскольку я уже более пяти лет занимаюсь профессиональной безопасностью дорожного движения и являюсь также состою в ежегодной комиссии по обследованию маршрутной дорожной сети города Кирова. Предложения были направлены, в первую очередь, на снижение заторов в городе Киры именно в часы. Пробок, да? Да, то есть здесь озвучены не какие-то глобальные в плане выделения отдельных полос для маршрутного транспортного средства предложения, нет. Мы понимаем, что бюджет Кировской области не позволит нам какие-то кардинальные капитальные меры принять, но есть моменты, которые вложений требуют либо минимальных, либо вообще не требуют. В принципе, мы готовы и помочь, и посодействовать различными методами нашей администрации. К примеру, я предлагал перенести ряд общественных остановок, общественного транспорта, которые создают либо заторы, либо препятствуют проезду на оживленных участках дорог. Например, в ближайшее время у нас будет сдана остановка в городе Кирове, это дом техники по улице Щерса, по четной стороне дороги. То есть она была установлена, но когда мои предложения были озвучены, еще ремонт, перенос этой остановки только обсуждался. Но, в принципе, я считаю, что эта тенденция правильная, тем более нашелся, насколько я знаю, спонсор, не за бюджетные деньги перенести данную остановку. Давайте мы поподробнее расскажем, какая там была ситуация и какие действия предприняты были, чтобы ее изменить. Ситуация была какая. Остановка располагалась практически в 30 метрах от перекрестка улицы Щерса и Производственная. Соответственно, при выезде из города при повороте с улицы Щерса на улицу Производственную в сторону Советского тракта, мы, автомобилисты, испытывали сложности при повороте направо, поскольку у данной остановки не было кармана для заезда транспортных средств. Соответственно, автобусы, троллейбусы, которые останавливались, чтобы высадить пассажиров, создавали некий затор. Левый ряд у нас, как правило, с поворотом налево всегда находится в большом количестве автомобилей, поэтому объехать данное маршрутное транспортное средство представлялось сложно. Поэтому перенос этой остановки за перекресток здесь разгрузит полностью этот участок. А, вы перенесли за улицу Производственную? Да, водителям будет проще повернуть направо. Соответственно, там сейчас делается карман. Ну, как мы уже говорили, карман, конечно, недостаточной ширины, я считаю. Я пока не видела там карман. Я сейчас вспоминаю, буквально вчера там проезжала, я видела новую остановку. Не этот страшный поликарбонатный скворечник. Хорошая новая остановка, но кармана я там пока не видела. Карман там есть, но он, как я считаю, недостаточной ширины, недостаточной длины. То есть, этот карман для заезда одного автобуса больше пассажироместимости. К примеру, Лиазы, Нифазы, которые у нас есть в городе. Соответственно, когда остановится этот автобус, либо троллейбус, уже второму автобусу будет сложно туда ставить. Но я считаю, что это все равно лучше, чем было. А почему сразу не сделали с большим карманом? Ну, вот хочется понять просто. Ну, я не могу ответить за тех, кто проектировал данную остановку. А кто у нас проектирует остановки? Ну, здесь техзадание, я думаю, что все равно согласовывается с администрацией. Если подрядчик, не подрядчик, а организатор, тот переноса этой остановки полностью всю документацию согласовывал с администрацией, то я думаю, что здесь просто либо не досмотрели, либо еще что-то. То есть перенести перенесли, но все равно не учли все необходимые документы? Да, но это мое предположение, но, в принципе, комиссия будет, которая принимает данную остановку, все равно должна будет сделать какой-то вердикт, вынести акт заключения. А вас-то спросят как специалистов, ваше мнение на этом этапе, или уже нет? Нас спросят как специалистов от общественной палаты, нежели как перевозчиков. Поэтому мы считаем, что перенос – это хорошо, но можно было сделать лучше, скажем так. Но здесь же опять я не знаю, сколько подрядчик, а не подрядчик, а организатор переноса этой остановки, я так полагаю, что это автосалон «Гусар», не знаю, какой бюджет он закладывал на данный перенос. Может быть, у него просто… То есть, вот здесь воспользовались частными инвестициями, да? Насколько я слышал, да, что заказчик сам оплатил данную смету. Вот. Может быть, у него была заложена недостаточная сумма, поэтому так получилось. И сколько таких мест в Кирове вы обозначили? Ну, я обозначил самые… Болевые точки. Да, самые болевые, но их довольно много. К примеру, есть еще у нас остановка, это на улице Московской в районе дома номер 96, с такой же примерно проблемой, где находятся у нас, по-моему, южные электросети. Там также нет кармана для заезда маршрутного транспорта, и, соответственно, в часы пик у нас правый ряд полностью встает. Денис, а скажите, а это вообще новое представление имеете? Дорогостоящие мероприятия, углубление кармана, переноса остановки? Я считаю, что здесь не столько дорогостоящее, сколько это нужно проектировать, когда у нас производится ремонт дорог. То есть, соответственно, если мы знаем, что у нас будет ремонт производиться в весной 2017 году, то проектированием нужно заниматься уже сейчас, потому что должен согласовываться, согласовываться с методом узнать и выделяться какая-то сумма на данное проектирование. Я вот, кстати, сегодня читала, сейчас не назову точную публикацию, но свежий номер газеты «Бизнес новости». Один из экспертов все-таки высказывался по обсуждаемому нам вопросу в среду, что 500 миллионов вполне реально Киров может получить область на ремонт дорог в следующем году. Ну, напоминаю, что по ПФО не все получат регионы эти деньги из 18-10, но у нас есть все шансы, и вот здесь бы хорошо, чтобы в этот момент, когда распределялись бы бюджеты, учитывались в том числе и вот эти карманы для городского транспорта. Ну, мы со своей стороны, как общественники, от общественной палаты, я думаю, направим предложение в администрацию, а они уже должны принять решение все-таки слушать нас или не слушать. Сейчас проверяемся на одну минуту, что значит слушать или не слушать. Вообще администрация должна слушать общественность. Через минуту снова в студии с Денисом Пырлогом, заместителем директора по безопасности дорожного движения предприятия «Трансавтоко», членом региональной группы по контролю за ремонтом дорог. Продолжается программа «Особое мнение». Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает Денис Пырлог, заместитель директора по безопасности дорожного движения предприятия «Трансавтока», член рабочей группы по контролю за ремонтом дорог общественной палаты Кировской области. Денис, мы с вами обсуждаем, продолжаем обсуждение транспортной политики города Кирова, и такое у нас теория малых дел, что называется, вступает на первый план. Мы понимаем, что бюджетов каких-то глобальных не будет для того, чтобы серьезно изменить транспортную систему города Кирова, как это, мы видим, происходит, например, в той же Казани и других городах. Но есть какие-то небольшие изменения, которые вполне реально произвести. Вы уже пример привели с переносом остановок и взаимодействием с частными компаниями, которые там располагаются поблизости. Там, кстати, на перекрестке Щерсо и производственной столько частных компаний крупных. И столько проблем на дороге, что как-то уже там, мне кажется, если бы все эти компании и олигархи, которые там есть со своими компаниями, скинулись, то и развязку бы нам построили. Согласен, что нужно плотно с ними вести диалог о каких-то, может быть, совместных мероприятиях, проектах. И совместными усилиями мы смогли добиться снижение заторов в нашем городе. Вот что касается, мы с вами говорили про скорость движения потока и сказали, что один из нюансов таких маленьких, это как раз углубление карманов остановок, и что нужно это планировать прямо сейчас, потому что деньги будут выделяться на следующий год, и нужно это закладывать. Далее в среду в программе «Урбан» вы упомянули необходимость регулирования светофоров, которые сейчас уже существуют, и установки новых, а также рассмотрение возможности поворачивать направо. Налево. А, так. Налево. У нас есть перекрестки, которые на оживленных участках дорог, это, например, улица Воровского, Октябрьский проспект, УЦУМа. Двигаясь от УЦУМа налево на Октябрьский проспект, мы испытываем сложность для поворота в данном направлении. К примеру, у нас улица Московская и производственно оборудована, а также как улица Воровского и производственно отдельной секции, да, стрелочкой в простонародье. На данных участках, на данных перекрестках необходимо ввести, я считаю, то же самое. Там безобразие у ЦУМа творится, там люди останавливаются поперёк дороги просто. Ну, потому что... И едут кто как хочет. Я удивляюсь, как они не боятся штрафов? Ведь всё же... Боятся. Раз проедут, и потом... Я не знаю, как там раз проедут. Каждый раз, когда едут, каждый раз стоят поперёк дороги, когда уже у них красный. Ну, вот смотрите, я сам езжу часто на данном перекрёстке. Хочу сказать в целом, это не единственный перекрёсток. Перекрёсток на улице Щёрца и производственно испытывает такие же сложности. Тем более, когда у нас дачный сезон, в городе Гирве наступает выехать и въехать в город, у нас просто становится полностью движение. А перекрёсток Воровского и производственный, там стрелка горит очень мало. Согласен. Времени. Здесь же, на этих перекрёстках, мы предлагаем ввести не отдельную секцию, потому что на это тоже нужны дополнительные средства, и я не думаю, что нам их, нашему городу их выделят. Я предлагаю ввести задержку светофора встречного направления примерно на 5 секунд. Это бы позволило увеличить количество поворачивающих машин налево в 2-3 раза. То есть сейчас, если мы видим, что за один проезд поворачивают 2 максимума машин, 2 автомобиля. Если это автобус, то это один автобус может повернуть налево, пока не загорится запрещающийся мёсэтофора. Потому что на данных перекрёстках установлены комплексы фото-видеофиксации, соответственно, кто получит штраф, уже не станет рисковать. Он лучше остановится и дождётся следующего сигнала светофора. Такая история очень явная с задержкой сигнала для того, чтобы проехали машины, есть на перекрёстке улицы Московской и Хлебозаводского. Вот там проезжает. Да, на некоторых перекрёстках уже есть. А что мешает? Ну вот это же, наверное, а что мешает? Почему? Это ведь ещё зона ответственности ГИБДД. Согласен, но данное предложение мы уже озвучивали на совместных совещаниях ГИБДД и администрации. Здесь никаких дополнительных затрат я не вижу. Тогда в чём дело? Не готов сказать, почему нас не слышат. По идее, здесь необходимо, чтобы администрация вышла. ГИБДД просто должна согласовывать и принять вердикт, смогут они это сделать или не смогут. То есть здесь нужно, чтобы администрация вышла с данным предложением. Данное предложение, я думаю, что мы тоже подготовим в ближайшее время от общественной палаты и направим в администрацию. Соответственно, на данных перекрёстках мы снизим хотя бы, освободим левый ряд для поворота налево. Вот мы сейчас с вами перейдём к другой теме, потому что, конечно, когда мы говорим о том, что нужно увеличить скорость движения потока, мы говорим и про реверсивное движение, но мы о нём в программе «Урбан» упоминали, и хорошо бы делать подземные и надземные переходы и прочее. Но это всё, исключая реверсивное движение, хотя там тоже требуются затраты на светофоры и указатели, это всё как бы бюджетные, дорогостоящие, достаточные мероприятия по отношению к тому бюджету, который мы имеем. А вот вариант, который не только не очень затратный, он ещё в перспективе приносящий деньги. Это то, что касается платных парковок, запуск которых объявили ещё весной этого года, и сейчас они уже кое-где работают, и определена стоимость часа парковки, 30 рублей в нашем городе. Для меня не очень понятно, конечно, кто является частным партнёром в этой истории, потому что, насколько я понимаю, это всё-таки государственно-частное партнёрство, не очень понятно, не очень прозрачно на самом деле. Но историю с платными парковками с вами хотелось бы обсудить. Вот вы, когда сегодня приезжали к нам сюда на Театральную площадь, легко вам было припарковаться? Нет, я припарковался практически в двух кварталах отсюда. Что вы думаете о системе платных парковок в Кирове? Настало ли время, и в каких масштабах стоит этим заниматься, в каких формах? Данное новшество в нашем городе я всё-таки поддерживаю. Единственное, что есть небольшие нюансы, это то, что один час бесплатной парковки, я считаю, что это мало для нашего города. То есть сходить, решить какие-то дела, в принципе, невозможно за короткое время. Я считаю, что нужно увеличивать хотя бы до двух часов именно при стое без оплаты. Что касается стоимости по часовой, 30 рублей в час, для меня, по крайней мере, стоимость приемлемая, потому что я езжу по другим городам, и там она намного выше. То есть в этой же Москве, в аэропорту стоит... И там нет двухчасового лага, чтобы вы бесплатно стояли. Ведь смысл-то ведь в другом. Не в том, чтобы вы приехали и за два часа решили свои проблемы, а в том, чтобы вы не ехали в город, в центр города по своим делам на машине. Разве не в этом смысл, Денис? Это смысл больших городов. У нас пока, по-моему, до этого не дошло. Но я считаю, что парковки все равно в городе нужны. И при строительстве торговых центров, крупных торговых центров, я думаю, что это нужно закладывать как одно из условий для согласования с метой на данное строительство, для выделения земли или еще что-то. Потому что у нас необходимо все равно общаться с предпринимателями, с застройщиками. Без них мы не сможем решить все проблемы. Как мы уже говорили, что вот пример живой есть, когда за свой счет переносят остановку. Я думаю, что и с парковкой можно решить по такой же схеме. А сейчас как они выглядят у нас в парковке при торговых центрах? В удовлетворительном состоянии? Я считаю, да, что состояние у них удовлетворительное. И они его поддерживают. То есть там не найдешь ни соринки, ни пачки из-под сигарет. И не найдешь никакой навигации на парковке. Ни разметки, ни указания движений. И движутся все как в Броновском движении. Кто как хочет, куда попал. Согласен, согласен. Здесь есть, да, в этом сложности. Но это, как правило, из-за того, что, наверное, они более бесплатные, чем платные на парковке. Если бы закладывалось... И что? И что? И тогда не надо подходить разумно к устройству парковки? Не надо поставить указатель и нанести разметку? Нет. Здесь я согласен, что есть большое упущение со стороны руководства данных торговых центров. Ну вот, к примеру, часто пользуюсь подземной парковкой у торгового центра на профсоюзной, у нового торгового центра «Кристалл». Там полностью на отлично, скажем так, устроена система движения. Есть и обозначение, даже указанное, где лифт находится. Я считаю, что за пример взять можно вот как раз данную парковку. Да, выезд не очень удобный из Кристалла. Выезд, да, выезд не очень удобный. Совсем даже не удобный. Там светофор на данном участке, потому что будет хуже намного. Потому что проблему со светофором, насколько я знаю, там обсуждалось. Но я лично, как житель города, я против этого. Мы не так не можем ни выехать, ни въехать в город. А что касается финансовой отдачи от платных парковок в городе, об этом мы задумывались. То есть все-таки они должны быть, эти парковки, полностью муниципальными или государственно-частными или частными? Я плотно со сметой данных парковок из окупаемости в незнакомости, скажу честно. Но я считаю, что если есть возможность заработать государству и муниципалитету, то в это нужно вкладываться. Но если это дорогостоящая перспектива и вряд ли окупаемая, то я считаю, что государство здесь не должно участвовать, отдать это все на аутсорсинг частным компаниям. И пусть они зарабатывают, пусть они следят за качеством, приводят ее в порядок. То есть просто построить парковку и зарабатывать на этом не получится. Нужно все равно содержать, нужно убирать ее, нужно ремонтировать вовремя. То есть я считаю, что если там есть отдача, есть какая-то прибыль с этих парковок, то можно участвовать в администрации и муниципалитетах. А когда вы думаете, что вы сказали, что эта история массового внедрения платных парковок в центре города, это история больших городов не для Кирова. А мы с вами в среду на Урбане рассуждали, что Киров через пару лет вообще встанет. Потому что у нас менталитет немного другой. То есть мы готовы стоять, будем в пробках и тратить 3-4 часа в ней, но не слезем со своего автомобиля и не поедем? Мы готовы кинуть его на проезжей части, пусть это мешается проезду общественного транспорта, другим участникам дорожного движения, но мы не заплатим 30 рублей в час за платную парковку. Но, к сожалению, у нас пока такое мышление. А что должно произойти, чтобы это мышление изменилось? Ну, надо в корне, я считаю, самосовершенствовать, сопроводить какие-то семинары, администрации чаще общаться, я считаю, что с жителями устраивать какие-то, может быть, там, собрания с инициативными группами общаться. Я считаю, что нужно разговаривать с народом детально. Вы все-таки приверженница политики пряника, разъяснить, разжевать, вложить, подождать, пожалеть, по голове погладить, а не оштрафовать, эвакуировать, поставить условия, сказать, будет вот так в Кирове сейчас. Ну, к сожалению, у нас всех эвакуировать в городе Кирове невозможно, потому что у нас... Эвакуаторов не хватит? ...количество эвакуаторов, а тем более грузовых, как, к примеру, есть в Москве, у нас их немного. А больше оставляют транспортные средства и грузовики, которые создают заторы, и различные автобусы частные. Вы серьезно верите, что разговорами и разъяснениями можно изменить ситуацию в Кирове? Ну, попытаться можно. То есть, если у человека утвердившийся менталитет, и человек не готов платить 30 рублей за парковку, то его нужно уговаривать сколько лет? Нет, я не считаю, что его нужно уговаривать. Я считаю, что нужно сначала провести разъяснительные беседы какие-то, для чего у нас необходима это новое день, для чего это платная парковка. То есть, народ не понимает, для чего. Разрачности не хватает, да? Все думают, что это создается для того, чтобы кто-то с этого заработал, и все, и не более. Но я с этим в корне не согласен. Тем более, что нам не показали, сколько денег и куда пойдет эти платные парковки. Да, да, согласен. Мы сейчас приверемся на короткую рекламу. Напоминаю, что это особое мнение Дениса Пролога, заместителя директора по безопасности дорожного движения предприятия «Трансавта-К», члена рабочей группы по контролю за ремонтом дорог общественной палаты Кировской области. Продолжается программа «Особое мнение». Я могу сказать, что на самом деле наш общественный транспорт нашего города и нашего области очень далек от совершенства, от того транспорта, который ходит в других городах, в городах-миллионниках, к примеру, Казань. Я всегда на ней уравняюсь, потому что там действительно общественный транспорт за последние пять лет претерпел массу изменений, и на них нужно равняться. Ну, естественно, что Казань – это немножечко другой город, там другой пассажиропоток, другая республика. Но равняться-то надо на лучших, конечно. Согласен, согласен. Выиграем чемпионат мира по футболу, и у нас будет совершенно естественно. Ну, это все задачи руководства, да? Но, тем не менее, а что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем в большинстве изношенный парк автобусов и троллейбусов. Каких лет? Средним возраст автобусов порядка десяти лет, троллейбусов примерно так же. Есть автобусы, которым и 13 лет, их, конечно, осталось немного. Я не спорю, что внешне они выглядят, возможно, даже лучше, чем некоторые новые автобусы, но это малая часть. Большинство, согласен, автобусов и троллейбусов у нас в удовлетворительном состоянии. Меньшество в ужасном, потому что, как-никак, мы все равно проводим и техобслуживание, и капитальный ремонт. Денис, вот это вы называете удовлетворительным состоянием? Вот эту технику, которая у нас на улицах, это удовлетворительная техника? На самом деле, это удовлетворительная еще техника. Бывало намного хуже. Вот я был два года назад в Перми, там были перевозчики, у которых по 90% техники в неудовлетворительном состоянии, которое было страшно даже пускать даже в наш город, скажем так. А сейчас у них что в Перми? Сейчас у них ездят автобусы большей пассажиром вместимости, но я думаю, что я уже два года там не был, но отслеживаю иногда новостную ленту. В принципе, наверное, их можно приравнять к нашей области. То есть лучше немного стало, но до идеала и совершенства им далеко, как и нам еще. А сколько лет вообще по стандартам каким-то? Ведь, наверное, же есть какое-то законодательство, должен служить автобусы? Ну, по общественному транспорту у нас законодательство пока не регулирует возраст. Я считаю, что здесь нужно регулировать его на местном уровне. Но со следующего года вступает в силу закон, который ограничивает использование автобусов более 10 лет. Это для перевозок детей. Но я думаю, что по этой схеме в скором времени мы придем и к общественному транспорту, к регулярным городским автобусам. То есть я считаю, что больше 10 лет эксплуатировать их нельзя. 10 лет – это и то много. Оптимально, я считаю, это 6 лет для нашего транспорта. По нашим дорогам, скажем так. А вот эта техника, которая выпускается, которую мы закупаем, эти пазики, вот такие троллейбусы, в то время как в Москве там уже электробусы запускают, это вот как вообще? Ну, здесь… И почему это так? Почему где-то электробусы, а где-то пазики из прошлого века? Ну, мы опять же не будем сравнивать бюджет Москвы и Московской области, бюджет Кировской области. Если сейчас мы знаем, что бюджет у нас на следующий год признан дефицитным, то я считаю, что ситуация в общественном транспорте у нас еще долго не улучшится. По крайней мере, той стоимости проезда, я понимаю, что мы опять заговорили про стоимость проезда. Нет, это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Ведь почему там… Мне кажется, что люди за комфортные условия какие-то готовы платить. Согласен. И я готов сейчас немного объяснить, как я уже говорил, что я за прозрачность тех или иных видений. Я считаю, что та стоимость проезда, которая сейчас действует у нас в городе Кирове, она намного ниже себестоимости. Перевозчики в прошлом году подавали себестоимость в правительство на уровне 26-27 рублей. А сейчас? Стоимость проезда подняли всего лишь на рубль, то есть там примерно на 5%. Сейчас себестоимость не ниже 28 рублей, как какие-то такие данные, по крайней мере, в администрацию поступили от перевозчиков. И если увеличить стоимость проезда, понятно, что такую сумму никто не даст на 8 рублей, но хотя бы на 5 рублей, я считаю, что это было бы оптимальным решением данной проблемы. В той же Казани я говорил, что у нас 26 рублей стоимость проезда, хотя в Казани больше пассажиропоток намного, поэтому затраты на перевезенного пассажира ложатся по-другому. А потому что в Казани, как мы с вами уже разбирали в среду, развитие общественного транспорта это приоритетное направление транспортной политики города. Да, и они все делают для этого. Они меняют полосы, вернее, выделенные полосы делают остановки, они закупают новую технику, они придумывают системы оплаты комплексные, да, когда человек завязан в метро, там, автобус, троллейбус, трамвай и прочее, и пропагандируют это так, чтобы люди пересаживались. Поэтому я говорю, что нам нужно брать с них пример. А если мы увеличим плату на проезд, это к чему приведет? Каким позитивным сдвигом это приведет? Смотря на какую стоимость мы увеличим плату за проезд, если плата будет увеличена на необходимую стоимость, то что будет... То есть доведет до себестоимости только? Хотя бы до себестоимости довести ее, то я считаю, что тенденция по улучшению общественного транспорта в городе Кире, она все-таки продолжится. Ведь нельзя говорить, что у нас вообще не обновляется транспорт, она обновляется. То есть в муниципальном предприятии у нас, АТП, оно за пять лет работы программы по обновлению транспорта, да, когда бюджетные деньги выделялись, автобусы закупались, и большая часть автобусов в данном предприятии все равно была заменена. Частные перевозчики также покупают новые автобусы. Вот у нас за эти полгода четыре автобуса новых полностью, два вектора и два автобуса марки ПАЗ. 42.34 купил частный перевозчик МЛА. А что произошло в этом году такое, Денис, с нашими ПАЗиками, что выхлоп от них черный, страшный? Ну вот я такого не припомню даже на своем веку. Здесь, в первую очередь, качество топлива. Поскольку стоимость проезда для многих перевозчиков не оправдывает средств, затраченных на автобусы, естественно, перевозчики хотят сэкономить. Закупают дизельное топливо. Я не говорю сейчас за всех, я говорю там... Такие случаи есть. Да, такие случаи есть. Закупают дизельное топливо, естественно, уже не на заправках стационарных, а пользуются услугами каких-то малых предприятий. И, соответственно, проверить то или иное качество топлива бывает очень сложно. Вроде бы и выдают они его за Евро-5, да, потому что ниже у нас не разрешено вообще по стране. Ну, на самом деле, что норма далека до Евро-5. А правильно я понимаю, что видят такой выхлоп, а видели его все? И администрация, и ГИБДД, и кто угодно. Просто на это закрывали глаза, потому что знали, что ситуация аховая с перевозками. Ну, на самом деле, глаза на это не закрывали. А что-то было штрафовано за такое? Водители штрафуют за это. Но здесь можно, конечно, говорить и о том, что штраф действительно незначительный, это 500 рублей. Но на совещание ГИБДД вопрос поднимался и о выхлопах также, и о количестве наказанных водителей. То есть их, на самом деле, наказано немало. Но здесь нельзя наложить ответственность на перевозчика. Ну, такое у нас законодательство. На водителя накладывают? На водителя, да, накладывают. Естественно, что... А это правильно вы считаете? Я считаю, что нужно накладывать ответственность и на водителя, и на перевозчика. Тогда уже перевозчик будет задумываться, а действительно ли ему есть смысл экономить эти деньги, да, либо заправляться на проверенных АЗС и качественным топливом. Я правильно понимаю, что эта ситуация не решается в это мгновение одним лицом? Вот есть проблема, перевозчик, значит, ее решает. Есть проблема, водитель решает, тут ГИБДД. Вообще эти люди должны собираться за одним столом, да? Ну, раньше... И находить какую-то консульцию. Пять лет назад в Кировской области существовала организация, в которую входили все крупные перевозчики, и они собирались и решали эти вопросы. То есть сейчас этой организации нет. Какие-то действия по... А в связи с чем она располагалась? Ну, потому что тогда ушел с рынка крупный перевозчик. Какой? Алекс Авто на то время был. И как-то немножечко... А они были драйвером? Ну, скажем так, да. Предложения по возрождению данной организации, либо похожей организации с тем же функционалом, были высказаны на совещаниях, когда мы собираемся с ГИБДД, потому что приезжает туда очень много перевозчиков. Действительно, проблему нужно решать вместе, сообща. То есть не так, чтобы каждый перевозчик тянул одеяло на себя. Но взять кто-то на себя, это большую ношу и ответственность, пока никто не хочет. А кто должен, на Ваш взгляд, ее взять? Ведь это же тоже часть транспортной политики города. Я согласен, но здесь нужно ставить, я считаю, человека, который вообще не относится ни к одному из транспортных предприятий, который силен в транспорте, силен вообще в политике, скажем так. Но он не относится ни к одному предприятию. Он должен быть из администрации, этот человек? Не обязательно. Я считаю, что от общественных организаций можно найти хорошего, адекватного человека, либо вообще создавать какую-то отдельную, может быть, рабочую группу именно по маршрутному транспорту, при общественной палате, я считаю. Почему бы нет? Я смотрю, что при общественной палате все больше и больше каких-то таких центров организации. За последнее время я считаю, что общественная палата, она действительно на новую ступень шагнула. Хорошо бы, чтобы еще с общественной палатой ответственные лица в администрациях правильно работали, не просто слышали вот эти рекомендации, принимали их и разработали. Согласен, к этому и нужно стремиться. Спасибо от Денис Пролог, заместитель директора по безопасности дорожного движения предприятия «Трансавто-К», член региональной группы по контролю за ремонтом дорог. Был сегодня в программе «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько. Всем до свидания.